это новый небольшой такой чуть-чуть формат в этот раз мы не просто купим два ведра еще и прокачаем их скрыть пожалуйста такой вопрос мне нужен резиновый чулен болт он ёпта никитос тут тебя по телику показывают сколько по всей самой крайне тыс это не пизод не могу хотя не буду половину вонючий контрольный занюх всем здорова народ всем привет вася никитос и это тысячи километров причем это новый небольшой такой чуть-чуть как бы немножечко формат сезонизированный скажем да в этот раз мы не просто купим два ведра и поедем на них москву а еще и прокачаем друг другу и общий бюджет у нас будет по 10 тысяч рублей на каждую машину и кстати мы доехали наконец-таки до волгограда это место откуда до куда бы мы не добрались и сейчас мы из волгограда поедем в москву чтобы все-таки добить этот промежуток в прошлый раз когда мы пытались сюда попасть у нас брали машину запорожец это было достаточно обидно но мы решили все наверстать приехали уже сюда и отсюда погоним в москву уже в конце этой части будет прокачка поэтому обязательно досматривайте до конца это будет точно интересный выпуск он заслуживает лайка который бы прямо сейчас должны поставить и подписаться как еще на канал а вы погнали искать ведра алё здрасте короче макс говори шестерка и за 32 на есть копейка за 33 алё здрасте я по поводу автомобиля звоню продаете еще скажите а сейчас ближайшее время есть возможность его показать все спасибо хорошо если он нам не набьет когда мы приедем в целом нормальный вариант правда он 35 без торга написал но можно попробовать за 30 забрать что это такое где мы где-то между дачным поселком и дерева где-то между левой булкой и правой а ну нахер я тебе клянусь вон выпуск про семерку на шестнуре смотрю здорово да ну нахер это вообще реально что ты кричишь я понял я шо за анаконда обе на ходу в этой бензе нет а по докам чё по докам а стэс пытается все научите других не продаю четко а ты сам обливал я даже ролик не выключил понял пойдем убедимся пойдем горят циклатуре сидел смотрел никита вот тебя по телику показывают а давай по ценам ты знаешь все умеешь дело как бы поэтому тут я думаю сразу нет смысла что-то пытаться изобразить смотри это я ниже 32 не отдам точно это как бы но 30 ладно сердце я не знаю честно у меня сейчас такое двоякое ощущение тут просто вопрос именно цены да дружику и мопса в теории у нас в любом случае бюджет 60к на две тачки вот сейчас я готов я понимаю да это естественно но поскольку есть еще варик и у нас все есть время впереди полдня наверное мы поедем еще что-то глянем сейчас если что-то сможем найти дешевле смотри мы сделаем знаешь как мы в любом случае поедем посмотрим еще так как время у нас полно это ты хочешь повторить то же самое что я сказал только что почти точно копьем нормально да и говорят как эксперт в копейках может черное табу это все короче мы вам так и не сказали у нас была идея поскольку мы в волгограде попробовать купить волги чтобы на волгах поехать москву из волгограда короче этот зашел в аптеку у меня горло немножко что-то разболело взял себе энголиптика и увидел на прилавке следующую вещь есть шанс что придется спать рядом с вами в этот раз поэтому я решил перестраховаться пойдем ему подарим такое дело есть шанс что мы с тобой вместе спать я знаю поэтому я решу тебе подарок сделать это для моей же безопасности скажем так я почитал там отзывы хорошие работы я уверен не траванусь короче нашел намного выгоднее лекарства для никитоса от моего храпа пойдем я нашел намного эффективнее лекарства твоего храпа для тебя я до беленькая денег и это интересно дешевле и так она заводится на завод и документы порядок вы собственник да да так вопрос а я уже года уже стоит ничего можем с этого я главное по цветам не ходи как влитой просто досел да но ее пододвинуть еще будучи там вообще слушаем по боярски по боярски я чувствую себя как в апокалиптике чем нужно кум да давай наверно с каравана скинем акум поставим да проверим ну да как меленькая слышать ничего страшного это наоборот нормально слушай но он принципе вопросов короче забираем за 30 нормальный болгарик я еду на волге может ребя кинем нет как приятно находить такие тачки что фотографии сделать ну давайте сделаем футболка тик ток смотри это очень странная покупка но максимально атмосферная просто линчевак не прям захотелось остаться я как будто к бабушке приехал вот хочется пойти колонки в одиночку мы усыпать у голову брат это такой кайф эти клянусь ладно наш выносливый караван вытащит нас воды передряги сейчас доедем купим акум наверно купим генератор все-таки и будем чинить волгу что говоришь кто не работает машина почему выгодят автомобиль ночью потому что это вопросы не имею Хотите все сейчас быть ва**, это можно запикать, смотрите на антенну Представительский класс как бы, прикинь, она работает, чувак Честно говоря, достали уже эти мошки, так я выгляжу, че там, ты че вот, ну меня просто достали эти мошки уже Купи, че ты такой решил, 150 рублей, да, купи, купи, я в ней поеду Мы встали около автомагазина, пытаемся починить Волгарик, а можно еще одну такую же? Понял? Да, понял, че, четком ходу? Ну, как бы, ну, они должны быть явно не так Ну да, нужно быть больше Ой, Никитус, возьми, пожалуйста, у меня руки вообще, спасибо Можешь одевать сразу Не-не, стой, подними ее, не-не-не, подними ее, снизу подними Ну, это лучше, чем мошку гордить Помоги Вот Х2 Другое дело Давайте пиво, это сила Слушай, зато мошка не будет бесить А, отдай, давай, идите, бегите, покупайте Вот меня устраивает И фишку на нее возьмите, пожалуйста В таком виде нас точно... Там надо восстановить провод Окей, пойдем Надо что-то с аккумулятором еще придумать Мы, короче, забыли, аккумуляторы долбаны дома А самое дешевое, что мы нашли, стоит 4 косаря Вообще жестко Попробуй так пойти Я так всегда хожу, забыл? А, да Короче, ребят, я просто забыл снять, как мы покупаем аккумулятор Просто мы приехали, нашли бэушный Нормальный мужик там занимается АКБшками За 2000 нам продал почти целый аккумулятор Там 80, сколько? 86 86% у него, как назвать-то Жизни, блядь, у него 86% Короче, вот он стоит А, вот, то есть, раз Вот он стоит Все, короче, едем к пацанам Купили щетку, купили аккумулятор Надеюсь, с первой тачкой по технической части На этом пока что будет закончено Ребят, мне ответили по еще одной Волге Которая тоже стоит за 45 тысяч Он не брал трубку Я ему написал в диалоге И он, короче, не отвечал, читал И сейчас ответил, написал номер телефона и адрес И это еще и рядом Может быть, сейчас по пути заедем Алло, да, здравствуйте По поводу Волги вас беспокоят Вот мы с вами на Авито переписывались Ага Ну, тогда как поберете, наберете Все, договорились, спасибо Вот такая Волга Белая С документами, короче, все с ней нормально Надеюсь, получится забрать Самое забавное, что Вася и Игорян думают, что мы не можем найти щетку до сих пор эту для генератора И если мы сейчас приедем на еще одной Волге И если с ней реально все ок Это, конечно, будет разнос Короче, пацаны уехали Мы их уже не знаю сколько ждем по времени Я уже даже успел в воду зайти взять Ну, как бы, я сказал, что я зайду оплачу Просто денег нет, все в караване Мы даже не знаем, сколько мы здесь сидим Сколько мы по... ну сколько сейчас? Три часа, наверное, да? И это мы только купили одну машину Так, ну что, заезжаем от воры и ищем болгарик Пока что-то не видно, вижу Audi Здрасте Слушайте, на нас, на самом деле, так, внешне, сразу скажу, все устраивает Нам вот главное, чтобы она завелась Если заведется и по цене договоримся Готовы прямо сейчас денежку вам отдать, договора написать Мы просто сегодня на один день в городе, мы хотим ее купить Вообще без вопросов, без вопросов А на меня и масло не живет, и все Нам у нас цель на ней доехать до Москвы На марш без запросто Без запросто? Да, нет Так Опа Ну, тут уже скорее все, чем у Васяна, я вам скажу Гура нет Блин, ну, мне нравится Если договоримся по цене, забираем с тут Даже есть магнитолог пионер Сзади просто барское место Кайф Слушайте, ну, мне все нравится Документы у меня под порядок, да? а вы собственник на вас на учете слушайте по поводу стоимости мне с кем общаться с вами или сыном сыном ну так он выстрел там за сколько но она по-моему 45 стоит сейчас тогда с ним пообщаюсь вернусь алло да игорь здрасте еще раз слушайте но мы посмотрели машинку в принципе все устраивает как бы претензий никаких нет хотел вопрос цены с вами обсудить сразу хочу сказать что резина зимняя нам допустим вот не нужна поэтому хотелось бы с вами договориться по цене вот насколько вы готовы уступить у меня деньги наличными готов сегодня написать договора даже без резины дешевле не получится давайте 40 поехали договорились а 40 сейчас он вам наберет сказал снялся с чехлы смотрите на количество пыли по ходу это было про мечу так ну что спасибо вам огромное здоровья вам огромного счастлива доехать спасибо я почему-то в этот раз верю что на нас точно не подведет просто попадаешь в мир роскоши и комфорта это такой разнос ребята просто а 3 не на мне кажется это будет самая комфортная поездка вообще за все время вот без всех тысяч километров это наверное самое ладно все сейчас поедем посмотрим на реакцию вася он не знает что я купил тачку я думаю что он офигеет с него потому что она просто офигенная такая офигенная тачка просто боярская баржа я не знаю как по-другому назвать просто ты едешь и вот что тут еще можно сказать место дохренища едет она достаточно быстро комфортная мягкая короче такого в тысячи километров у нас еще реально не было и учитывая что мы практически не вышли из бюджета это будет просто разнос а еще впереди нас ждут доработки то есть эти тачки могут стать еще более комфортными а может быть и менее комфортными ну короче едем к васе мне очень интересно смотреть на его лицо потому что он по-любому думает что у него офигенно крутая тачка а у меня вот раз какая-то лажа будет я так хочу увидеть васи на лицо и васи на реакцию и кажется он просто охренеет когда увидишь ты на волге ну чё там алё администрация по-другому не растись мое солнышко ясное что тут не загрустили ебать нихуя это что вау тебе все хорошо я купил волгу на самом деле это та самая волга я знал то что вы поехали за тачки я был уверен вас не было полтора часа я не поверю что за полтора часа в большом городе вы не могли найти запчасть ну водительский загад на правой руке на леворукой машине по чем в итоге 40 он ни в какую не надо единственного как бы это не было странно единственная волга в волгограде давай приходи в себя мы пока поставим щетки аккумулятор и проверим будет это все работа есть херовая новость я проснулся это первая новость вторая новость поставили щетки я не они еще раз нет полностью даем вы доху полностью остановиться и заново запускай короче как можно заметить ничего не помогло хочу у нас каждый раз одна и та же проблема с грёбаным генератором почему с каждым можно купить какой-нибудь переносной генератор универсальный для любой машины нет чё делаем мишань реле генератор лип провод три варианта короче вы в комментариях должны написать чья волга лучше но не забывайте что это пока они скоро станут совершенно другие давай поймем у кого больше капает бензина вася по-моему побольше ну там да вообще а чё давай подварим просто открывай капот я за генератором вот мишань проверяет такой чё там он по деньгам тысячи восемьсот вам все издают нервы короче ты что раздеться третьем стать я то точно беспалит я могу просто раздеться ты можешь комара например это точно умер это было очень больно убери его цены чё с генератором не так он не выходит или чё она крутилась но она не стоит полностью на начать по нему у нас нечем ну просто вообще все это дерьмо горячее напишите в комментариях все вася зазнался зажрался ничего не делать просто я объективно и так я не умею я как бы не скрываю ничего не пытаюсь чтобы кривыми руками ничего не страсть но он-то умеет у него то есть голова на плечах в отличие от меня но сука ничего не делает на улице плюс 30 машины обе кипят у нас нет жидкости ни в одной ни в другой нет этого этой самой антифриза пацанам нужно снять генератор каким-то образом я говорю я даже не лезу потому что я не знаю даже как это все устроено еще журналист по образованию набрали по объявлению шайба болтает сидит вот здесь то есть она просто вставляется да а гайка вот с этой стороны комаров просто не знаю видно их или нет их просто ну штук 100 наверно вот летает вокруг атмосферка жесткая короче сегодня мы тачки прокачать уже походу не успеем придется этим завтра заниматься ну надеюсь получится сегодня хотя бы их на ход поставить комары просто пипец достали просто комар 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 все пока отключается значит открыли мы багажник в одной из машин додумались и у нас тут нашлись во первых два ремня целых не новых конечно но целых вообще нормальный набор инструментов здесь лампочки новые щетки которые мы покупали короче просто почему нельзя было открыть багажника посмотрите зачем сразу ехать магазин чем один закрылся я поехал в другой там я взял не те ремни короче господи сколько лишних телодвижений просто потому что мы не посмотри пойду свой багажник открою на всех случаях они открою ладно потом вот четверых за ехать а вот это вот рожден не пишут так сбьем комаров ребят поставьте пожалуйста лайк этому видосу и напишите в комментах какая у меня охрененная команда пацаны просто за меня готовы порвать просто настоящая дружная команда из друзей если бы еще у нас стартер работал просто так может сделать суромом а медали дасти сарезавина то он бы важен и плацент так пары включить на 9k а в темпе Слушай, мы сейчас едем, я говорю, у Васи там что-то трещит сзади, скустрела, да-то завтра, говорим, посмотрите колесо. Я обосрался, когда колесо полетело Владу. Ну не достало? Нет. Вот, как я думаю. Пусть как не подали. Это твое колесо? Девак, оно вылетает, короче, летит сюда, я пытаешься остановиться максимально быстро, чтобы выбежать и ловить, чтобы оно в тачку не у... Я бегаю, оно, короче, вот сюда заскакивает, получается. Брат, вот тут бум, 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 и отсюда выкатывается. Я обосрался, брат. Я, чтобы вы понимали, я минуты три назад звоню Вася, говорю, Вась, у тебя заднее колесо, как на жиге, все, восьмерка ходит. Ходит, давай остановимся, посмотрим, что с ним. Он говорит, чувак, я так устал, давай просто поедем. Я говорю, ну давай, итог как. Я минуту назад Миша говорю, что-то там сзади трещит, надо завтра заднее левое колесо посмотреть. Так, а у нас на пассажире, да? Миша гайки собирает, вон. Короче, тяжелый денечек вышел, конечно. Нашли какую-то гостишку по итогу, ни у кого нет сил. Сейчас поспим максимально, рано постараемся встать, чтобы как только магазин откроется, сразу начать прокачивать тачку. У нас ограниченное количество времени в этот раз. Тачки крутые, надеюсь, они больше нас не будут так неудачный момент подводить. Ну и надеюсь, они получатся очень прикольные. Так что... А что, ты шарпунь брал с собой? Я нет. У меня есть фен зато. Говорят, для шарпуня нету? Нету. А что, тут нету? Тут вместо мыло. Водана. Ну ладно, записывай концовку. Что я говорил? Короче, очень мало сил. Завтра увидимся. Добрый утро. Что у вас получилось? Нет, братан. Это была очень большая ошибка для с тобой. Я пытался, брат. Доктор Храп не работает. Могу официально заявить. Это очень тяжело, ребята. Доброе утро. У меня такой помятый вид, я думаю, это просто... Я заходил в душ, более-менее пришел в себя. За это время Вася снова принял сходную позицию. Молодой человек. Василий Васильевич! А что если... Васян, 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 возьми трубку. У тебя к телефону. Не-не-не-не, кто-то... Не-не-не... Чего? Не-не, в другую надо будет. Бля, обзимай ты на чем? Я тебя уже один раз разбутил, ты не помнишь? Это помню. Давай, братан, надо... Это самое. Что? Ко мне в 7 утра пришел с ресепшена, короче, человек. Говорит, у вас там из Волги. Что-то, говорит, бензин течет. Все нормально? Говорит, да, там чуть-чуть, типа там. Просто чуть-чуть вчера перелили. Я удивлен, что он мне поверил. Это что за нефтяная скважина, нахрен? Походу, он вообще весел, этих. У вас, кстати, не течет больше. Пойдем попробуем завести. Ну, собственно, я попробовал. Ну что, мы подогнали к автомобильному магазину со всякими нишниками, запчастями и так далее. Вот наш бюджет. У каждого по 10к. Постарайся максимально скреативить и сделать мою поездку кайфовую. Но есть два важных условий. Смотри, первое. Мы с тобой не можем... Если бы он остановился на фразе «попытайся скреативить мою поездку», я бы сейчас купил билет на поезд и уеду бы. Это было бы креативно. Ну, короче, есть важные условия. Первое. Мы то, что сейчас есть с машинами, не можем ухудшать. То есть мы не можем заклеить там лобовое, чтобы наглуху ничего не было видно. Мы не можем выбить фары там, не можем сиденье выкинуть, чтобы стоя ехать надо было. Понял, такое делать нельзя. Это должно быть именно доработка. Они могут быть смешными как-то, ну, что-то такое, но это не должно мешать безопасности. Второе. То, что мы поставили на машину друг к другу в течение поездки снимать мы не можем уже. То есть это должно быть до самого конца. И третье, я так и не придумал, поэтому пойдем закупаться. А что больше надо? Че? Купить шашку, полоски, шапку таксиста. И на все остальные бабки закупить вонючки. Окей, ладно, делаем. Короче, таксиста на максималку. Поехали. Так, мы приняли решение. Я, короче, зашел только что в магазин, в котором закупался Вася. Прошелся немножко. И мне кажется, что я понял все приколюхи, которые он мне купил. Ну, не все, там, частично. Пару позиций я увидел, которые я бы захотел купить Вася. И мне кажется, у него очень похожее мышление, как у меня. И он, возможно, купит то же самое. Чтобы не повторяться, я сейчас поеду в какой-нибудь другой магазин. Другим ассортиментом, соответственно. И из того уже буду выбирать. Мне кажется, сходу надо брать. Начало мне нравится. Я прошел один метр в магазине и уже нашел приколюху. Ё-моё. Мини-крокодилы, братан. Е-бой. Флорида. Крокодил из Флорида. Мне кажется, крокодил стоит касая того. Что-то мне надо. Что-то нам со складок не есть. Блин, может, ему нахрен начать штук 10 вонючих разных, чтобы он там охренел? Он же любит вонючки. Давай самый дешевый, чтобы так прям аж воняло, чтобы... Блин, да, блю вот. А, вот, вот, вот. Да, да, да. Это нахрен. Так, короче. Ну, Вась, я думаю, ванилу надо брать. Ваниль, чтобы реально вбребануть. Ваниль, да. Первая у нас закупка на 2193. Остается еще 7800. Так, ребят, я сейчас ехал до следующего автомагазина и увидел, проезжая мимо, один очень интересный магаз. Короче, мне пришла в голову, ***, это идея. Сейчас все поймете. Игоря на тут оставляю, потому что там снимать-то будет нельзя, я думаю. Я вам честно скажу, я ни разу в жизни не был в таком магазине и не думал, что в такой момент там я появлюсь. Как бы вот такая она. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Мне нужен резиновый член. Какой-нибудь самый дешевый разыграть друга. Как часто я это слышу? Вы бы знали. Ну, значит, вы должны разбираться. У нас их много есть, даже светящихся. Светящихся, наверное, не надо. Вот еще тысячу сто вижу. Это вот оно? Блин, 12 сантиметров, что-то маленький. Нужен большой, но он на стене висит. Не на сколько? А, ну это прям перебор, что-нибудь. По цене качеству, короче. Ну это тоже 12, не маленький. Что-то вообще, кто такими пользуется? Не, есть вариант, сейчас я могу, если это не подойдет, покажу прям классно. На крайняк смотрите. Есть двухсторонний? Двухсторонний, я думаю, нам не надо. Ёб. Это сколько стоит? 3 300. Короче, у меня задумка какая. Я хочу машину ему вместо коробки передач его поставить. Вот, поэтому в целом, может быть, мне и 12 сантиметров будет достаточно. 12 вместо коробки передач? Нет, там только верхняя часть. А, просто вверх? Да. Вот эти вот. Они прям классные. Я просто в том... Ладно, короче. Вот его прям могу достать, потрогать. Я верю. Не, они приятные, давайте. Ну, если будет ему приятно держаться, будет супер. О, я думаю, это подойдет. У него даже детки. Отлично, супер, беру. Что еще раз? С нас как к члену. Я думаю, он без нее справится. У нас, кстати, есть оральные вкусы. Это как-нибудь в другой раз, когда посерьезно зайду. Пакетик мне черный справится. Пакетик, ну да, не помешает, наверное. Все, Кайф, спасибо большое. Приятного пользования хоть не сказали. Хорошего дня. Я хотела, честно, спасибо. Но от приятного пользования надо будет Васе пожелать. Это лучшее, что я придумал в своей жизни. Начало удачно. YouTube меня забанит сразу. Егор Балюрин нахрен все сразу. Короче, 1150 рублей. Нормально. Это что, насадка на коробку передач? Да. Я поставлю ее мне. Только не забудьте вам сказать, что на бушную взяли с Авито. Короче, да, я так вам и не сказал. Для чего я его купил? Я у Васи там прям раздроченная, так сказать, кулиса КПП. Я ее сниму и поставлю на нее то, что нужно. Снимать ей будет нельзя. Будьте дорогу ехать, переключать. Ладно, все, теперь едем реально в автомагазин. И у нас еще на чуть меньше 7000 надо закупиться. Короче, у меня есть главная задумка, что, ну, хоть это и банально, но нужно все-таки, наверное, напомнить Васе, какой у него был классный Икс. И сделать Волгу в стиле Икса чуть-чуть. То есть она будет желтая. Ну и, возможно, добавлю элементов токсичности каких-нибудь. Ну, короче, сейчас будет все четко. Он-то любому взял это, да? Ну, массажка это с кайфом. Давай возьмем лучше вот эту тему. Брызговики спорт, слышишь? Я как раз видел, что у него брызговиков нет. Это мы сможем как-нибудь закрепить их? На саморезы только. Все, берем. Смотри, что ты. Так, если мы здесь, стоит одна штука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Есть. Я не хочу, которые раздражают. Это мне нужно. Пока пацаны пошли кушать, я немножечко от них отделился, чтобы пойти и купить в Ассе. Короче, он мне сказал, что он забыл с собой наушники. Он всегда, когда ехал в тысячу километров, брал с собой наушники и ехал, слушал музыку, потому что, естественно, у нас никогда нет магнитола в машине. Поэтому мне нужно сейчас найти какую-нибудь недорогую блютуз-колонку. Восемьсот рублей. Все, это успех, я считаю. Здрасте. Все, нормальная колоночка. Так, у меня еще остается 300 рублей бюджета. Я нашел вот такую пленку самоклеящуюся фольгированную. Мне кажется, куда-нибудь можно будет ее налепить и будет прикладено. Поэтому возьму. Так, я приехал на рынок. Сейчас посмотрим. Здрасте. Сколько стоишь? О, вот такие вот подойдут за 100 рублей. Потом увидите. Так, а сейчас мне нужно найти сандалии и шапку. Сандалии есть. Ну, сандалии нужны. Зоне сейчас санит, чтобы спросить, какой размер у него. Здорово. Очень важный вопрос. Какой размер ноги у Никиты? По-моему, 45. Точно? Ты ему опять калошки какие-то будешь покупать за пистолей. Сандалии. Ну, купи 50 и не прогадаешь. Все, договорились. Давай, спасибо. Самый дешевый сандалии. Самый дешевый, 45. А что, ты не подожди? А? Не-не, прям сандалии нужны. Там такие советские сандалии. Скажи, сколько по цене самый край? Да не нара тебе все. Что не надо? Мне она нужна. Сколько скажи по цене? Ну, все, на, говорите ты. Да не хочет, не надо. Ну, давай за 400. Все, стоишь мне, рассказываешь. Куда переводить? Никуда, ничего тебе не приводить. Мне шапка нужна тебе, говорю еще раз. Да, работа там, нет, но... Ван? Да. Сколько? 400. 300? Нет, 300 не буду. 350? Нет. Ты плохо себя ведешь? Давай 300. Нет, давай, не надо. Ну, что, каждый день их покупают? Да ничего, дай. Отправил. Проверяй. Тысяча, а не пить, вот не могу, хотя не буду. Наски трусы, майки, бред. А вот, нет, нужны шорты. Шорты есть на вас. На меня они не нужны. А на кого? Нужны самые-самые-самые вкусовые. Вот такого фоношорта. Вот такого, вот такого. А размер? Парнишка, он повыше меня, но и поменьше. Прямо прицел. Супер. Супер. Еще и вон, видишь, для денег его, таксиста. Супер. Так. Все, приходи, посмотри, что-то надо будет. Спасибо. Так, ну что, я собрал образ таксиста. Надеюсь, Никитосу понравится. Едем на место тюнингового. Тюнинга. Едем на место тюнинга. Так, ребят, помыли тачки. Мы полны сил. Они выглядят отлично. И теперь мы делаем следующее. Мы уже на парковке торгового центра, чтобы начинать прокачку. И меняемся ключами. Не хотелось брать Васю на отрыгу, но придется. Но она станет потом такой соской, что он просто охренеет. О, поверьте, мой тюнинг будет выше всех тюнингов. Я сразу скажу, мой тюнинг будет чисто по кайфу. Вот чтобы я хотел кайфовать. Поверь, мой тюнинг будет по кайфу. Ты кайфанешь так, что я буду страдать, что я так сделал тебе. Окей, звучит, конечно, интересно. Но сейчас мы разбегаемся по разным сторонам парковки, чтобы мы не видели машины друг друга. И приступаем к тюнингу. Короче, нашли мы место, где никому не мешаем, в тюнючке. Наверное, начнем сначала с внутреннего убранства, а потом уже перейдем к покраске. Я думаю, начнем вот с этого. Вот это то, чего я реально буду завидовать, Вася. Чисто ехать кайфовать, но больше другой цели у этого нет. И выглядит стильно, правильно? Так что... Держишь? А главное, практическая применимость на высоте, понимаешь? Ему реально будет кайфово от этого. Ну-ка, дай этот трюс-драйв сразу. Давай, вот я провожу. Ну-ка, прикольно, что. Дай попробую. У Волги большая седуха еще. Это, наверное, на классику будет. Уфига, может, бехи такие себе повесить? Это охрененная штука вообще. Ну и очень кайфово прям, блин, прям массаж. Так, окей. Я так скажу, эта штука работает лучше, чем массаж в 222-м Мерседесе. Ладно, я предлагаю сначала все кайфовые моменты до конца сразу же добавить. У нас еще есть котик успокаивающий. Его нужно на видное место куда-нибудь. Котик желтый. Написано, улыбнись и делись позитивом. Все, кайф. Игорян, с той стороны красиво, блядь? Да, нормально, пойдет. Ладно, дальше займемся до конца внутренним убранством уже. Как сказал Игорян, самая бесячая хрень, которую только можно поставить. А я считаю, что это антистресс. Вот как все остается. А что за фольга? Слушай, я подумал, что Вася потолок изнутри сделает в фольгу, чтобы его из космоса там, короче, атаки не мучили. Иллюминаты там всякие. Я думаю, будет нормально. Греться меньше будет еще. Мне нужно на тропедии два места выбрать. Потому что еще под одно у меня тут тоже важная будет история. Так, ну Вася сидит здесь, поэтому, наверное, в серединку мы все-таки постоянно все точим. Я бы его поставил прямо перед еб... Не, не, а, хотя, чтобы больше бесил. Да. Давай прямо перед лицом поставить. Игорян всегда отдельная идея подсказывать, скажите. Вася чисто всю дорогу будет сидеть и антистрессирует. Таким, всю дорогу будет смотреть. Мне нравится. Это как проекция, только наоборот. Ну, ты же не мешает езде, правильно? Не мешает езде, ну, и все видно, но зато красиво. Так, идем дальше. Следующее. Это самое главное, мне кажется, что я сделал для Васи, поскольку он забыл наушники. У него теперь будет стереосистема встроенная. Все, е-мое, на века. Охрененная магнитола. Я думаю, Васе будет вот этому реально он будет доволен. Я еще увидел, что у Васи даже аж отвалилось. Ну, как это называется, на балдажник. Поэтому теперь у него будет просто идеальный. Я пока не доставал или смотрел, что это, как это, но... Как это крепить, я пока не знаю. Ну, как-то придется. Очень много как-то, что-то и чего-то. Егор... Блюрь. Такой мерзкий. Я может так прям попробую воткнуть? А что, там нет отверстия, никто? Нет, отверстия нет. Тут присоска еще. Присоска, я думаю, нам не нужна. Давай мы прям на руль прикрепим. Я сначала думал, чтобы это была лентяйка, типа, понял, чтобы крутить. Но тогда он может за нее не браться. А за коробку передач у него не браться и вариков не будет. Он еще раз. Смотри, присасывается. Блин, ну вот с этого я думаю, что его просто вынесет вообще. Я не знаю, как это будет выглядеть для вас на камере, потому что YouTube, конечно, такое не пропустит. Но это бы все догадались, что это такое. Так, во-первых, отрезаем присоску. О, слышишь, там внутри как раз дырка. Под присоской дырка, блин, то, что нужно. Идеально. Я просто, понимаешь, она как будто по размеру сюда, блин, так и должна была идти. Смотри. Все. Болтон, епта. Это разнос, чуваки, просто это разнос. Насколько она прям полностью на всю длину тут реально удобно держаться. Все, спокойно, надо успокаиваться. Не забудь сказать, что он п.у.шный. Обязательно. Матя уже шашечку поставил. А что там, Матя? Ну что, я, короче, пока занялся электрикой, я же купил вентилятор, а прикуриватель не работает. Я хочу сейчас провод пробросить на плюс-минус, вывести отдельный провод, к нему вот сюда запитать вентилятор и бросить провод наверх на шашку. Блин, нет. Ну что, магнитная тема, нормальная. На дверях заставляют, да? Ну, они там вообще по всему почине, но у нас сколько, 4 штуки? У нас 4 штуки, все, да. Ну, давай на дверях. Так, погнали дальше. Опа, голубь. Да, может, конечно. Ты все 4 решил сюда наобь? Нет. Это чисто сзади будет, вот сюда можно, да? Не можешь обогнать, перепрыгнуть. И вот сюда. Ну, вот так, да. А эти что, это на бампере? Это, да, это я на бампер сейчас приклею. Ааа, их тоже по 2. Кайф. Да, я просто когда покупал, я думал, что они по одной. Понял? Занос. У меня вся фишка заключается больше в том, что Никитос будет менять. Ну, у него там тоже прикола хватает. Да? Ну, ладно. Ну, она вид, с далеками тумеет. Да. Прям такси, такие были, прямо раньше. А, ну и тонер. Тонер долго делать, да? Тонер, да, тонер долго. Поэтому я думаю, что я затонирую, и ты потом придешь, покажешь результат. Так, Игорян пошел снимать Васю, и ко мне пришел Мишанин на помощь. У нас задача брызговики спорт. Жалко, что не спарка, конечно, но тоже смотреться будет. У нее, потому что очень сильно задрана жопа, и их всегда будет видно, когда он будет ехать. Поэтому будет тетенько смотреться. Идеально. Пускай. Вот оно! Спорт! Что, сзади видно? Просто идеально. Почек пошел, Никитос. Блин. Игорян, буду справляться. Я в ЖНТ не возьму. Didn't part-up UCLA Petit. The boy is on fire. I'll take it to the wire. Now that... Reach back. I'll take it to the wire. I'm on the clock. Game time. It's like a draft and a pick. Like a Genie. I could grant you a wish. I'm so drunk. Just might smoke something, if they pass me the s***. I gotta slow down. What? пойду занюху контрольный занюх включи вентилятор но дверь закрой вентилятор вроде как охлаждает вроде как я хочу сказать что ты рано радуешь не выветриваем повесил насадку стильненько в общем что я сделал с тачкой я повесил насадку я расклеил всякие наклеечки поставил шашку на шашку не подключу потому что я не знаю куда и запитывать это во-первых а вторых у меня есть подозрение что она слетит поэтому я не стала подключать то возможно попозже я ее подключу где-нибудь на варку на остановке я повесил сюда эмблема такси соответственно я развесил все вонючки которые у меня были а их бы очень много я напоминаю чек будет вот так половину войдет а но я поставил там подставку под телефон и повесил никитосу вентилятор чтобы он это не жарился в тачке все-таки но за другом ухаживаю но главное это лук которым никитосу нужно будет ехать первый лот вот такая вот шляпы я конечно хотел найти такую как у таксистов но не нашел поэтому вот он поет вот в такой шляпе вот такие вот шорты уже по с карманом под бабки и во всем этом дерьме прикроет вот такие спорт когда зашел попросил очки не ожидали очки вы же видели да это когда покупал очки тетки тетки сказала что выбирай любой чехол на выбор я еще сошью я взял такой мохнатый надо закрепить чтобы никто там очки держал так короче осталось пару доработок последних это вонючки но их я последнюю очередь буду вешать прямо перед самим показом чтобы вася ощутил это благовоние не знаю что делать с этой темы но надо попробовать игорян иди подсоби мне возьмите вот с той стороны давай попробуем это сделать я не знаю получится что-то из этого или нет ты куда хочешь на клип на потолок это типа звездное небо на минималках понял у него была панорама это вместо панорамы красота блин эффект прям даже лучше чем я думал ваще огонь ты скажи а посвежее давай дальше панорама и зеркальная крыша серви так последние штрихи тора в цвет тему ну и со смыслом что остерегаться этой машины тебе точно нужно самый главный бомбилла хасанщик будет в москве красота мое творение ребят смотри закрываем все двери сразу чтобы ну запах ценная ценная речь он будет постоянно куда-то пропадать нам нужно будет его максимально собрать чтобы вася когда силам просто в шоке был закрой дверь закрой дверь мы сохраняем запах я перегоню сам нишанин дыхание задержишь вот сразу прям через одну вершину нет тоже крючок воняет быть ребят вот очень жалко в этот раз что камера не передает запах потому что тут воняет просто капец как найти удовольствие у дальнобойщиков бывает сверху всякие висюлечки и делаем такую висюлечку из вонючек каждую открываешь каждая просто бразит нахрен вася будет всю дорогу меня проклинать газ это невозможно даже выветрить или проветрить ворту что-то ванили скал какой-то вот ни один запах кроме ванили настолько сильно не воняет ни один хуже этого не может быть ничего вообще просто ничего поверь мне может и одну как бы по стандарту нужно обязательно наклеить на зеркало давай последнюю там возможность тебе кайфануть ну что братан я уверен ты кайфанешь нечего ты кайфанешь там такая бомба стоит ты не узнаешь просто не я больше чем уверен что ты половину времени просто потратил заряд ты так заморачивался видимо там что-то не получится меня никак вот вывести новые эмоции потому что на эмоции вы там просто очень много разных моментов которые ты не сразу заметишь но на и в целом выглядит тачка по-другому совершенно прямо для тебя создан ну посмотрите короче ребят это было очень интересно вы уже видели эти тачки да мы с вас еще не видели вам обещали короче мне я я боюсь представить что придумал вася но я видел его человек вот такой длины я я даже не могу представить что он там накупил где он взял столько денег он сказал что в бюджет он вписался короче ему не верю но увидим мы в следующей серии начнем с того что я увижу свою машину а вася увидит свою машину и уже потом мы на них поедем тысячу километров в москву ребят это будет очень интересный выпуск я думаю этот выпуск тоже был очень интересным поэтому он заслуживает лайка заслуживает подписочки и колокольчик что в следующий выпуск не пропустить ну а пока мы с вами прощаемся никитос великий вася до скорых встреч спасибо что смотрели